Я рада приветствовать всех собравшихся и гостей, и давних друзей. Цель нашего сегодняшнего мероприятия, ребят, мы говорили о том, что готовы будем презентовать какой-то проект программы. 14 июня мы, инициативная группа «Объединение перевозчиков России», предложили Андрею выдвинуть свою кандидатуру на ближайших президентских выборах, и он согласился взять на себя эту ответственность и подошел достаточно серьезно. За эти две недели мы, в принципе, какую-то часть работы провели, достаточно серьезной. Начну я, наверное, с того, что мы презентовали на прошлой пресс-конференции те пункты дорожной карты и те мероприятия, которые мы планировали провести в ближайшее время, и их уже эти шаги подготовили. Здесь речь идет об заявлении с требованием о проведении гласной проверки структуры «РТ-Инвест», которая является оператором системы «Платон» и собирает наши с вами деньги для перечисления их в государственную казну. На сегодняшний день на основании публичных данных, которые представлены на официальном сайте компании «РТ-Инвест» транспортной системы, проведен анализ цифр, которые там представлены, и они вызывают глубокие сомнения относительно правдивости этих данных. То есть мы предполагаем, что либо цифры там представлены неверные, либо сбор средств осуществляется в гораздо большем объеме, нежели показаны там. Поэтому на сегодняшний момент сформировано требование, которое адресовано структурой комитетов по транспорту Госдумы, Министерство транспорта, Министерство финансов, и в первую очередь Счетная палата Госдумы Российской Федерации, ну и, соответственно, Генеральная прокуратура Российской Федерации, где мы требуем провести гласную проверку всех мероприятий, связанных с исполнением функции оператора системы «Платон», компании «РТ-Инвест» транспортной системы. Свои доводы мы приводим, основанные на цифрах, публично представленных, как я уже сказала, на сайте компании. Вот это первый шаг, который мы, в принципе, уже презентовали 14-го числа в той дорожной карте, о которой мы говорили. Второй момент – была подготовлена законодательная инициатива относительно штрафстоянок и исполнения законодательства, связанное с применением этой меры, когда автомобили за определенные нарушения эвакуируются на штрафстоянке, связанное, в первую очередь, конечно, с учреждением предпринимательской деятельности в сфере грузоперевозок. И инициатива состоит в том, что на сегодняшний день эвакуация автомобилей грузовых в случае нарушения весогабаритных параметров и в том числе в случае нарушения законодательства взимания платы в систему Платон не должна быть использована как мера обеспечения или пресечения нарушения как обеспечения уплаты штрафа. На сегодняшний день инициатива состоит в следующем. Значит, оборудовать все стационарные передвижные пункты весового и габаритного контроля транспортных средств площадками для хранения задержанных транспортных средств в случае выявления нарушения, а также для устранения на этих площадках причин задержания с возможностью проведения погрузоразгрузочных работ на таких площадках в целях недопущения дальнейшего движения транспортных средств с превышением весовых параметров по дорогам. Задержание транспортного средства за нарушение правил эксплуатации Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и, соответственно, тарифы за перемещение, эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств должны соответствовать средним по региону тарифам за услуги эвакуатора и тарифам за хранение транспортных средств на автостоянках. Это те шаги дорожной карты, которые мы презентовали еще 14 июня. Ну и, естественно, что самым важным, важной повесткой нашей сегодняшней встречи – это презентация проекта программы Андрея Бажутина, которую мы планируем в том числе дорабатывать с участием какой-то народной инициативы. Но вот основные тезисы сформированы, я вам скажу, еще даже гораздо ранее, когда мы приняли решение, потому что уже достаточно давно мы включились в процесс этой гражданской активности и уже понимание какое-то приобрели. Много взаимодействия было с экспертами различных направлений нашей общественной жизни. И вот я сейчас хочу предоставить слово для того, чтобы Андрей зачитал те пункты предвыборной программы, которые проекта предвыборной кампании озвучил их в принципе. И мы могли в дальнейшем обсудить это и какие-то, может быть, дополнения из зала будут. Пожалуйста, Андрей. Добрый день, друзья, коллеги. Я тогда сразу зачитаю программу, после чего, чтобы было больше времени задать этот вопрос и ответить на это. Важным является достижение экономического прорыва нашей страны через развитие и стимулирование мелкого и среднего предпринимательства, прежде всего всего производственного, инфраструктурного и высокотехнологичного сектора. Расследовать факты приватизации национальных богатств, улучшить предприятия советской промышленности. Львиная часть которых была приватизирована по цене в десятки и сотни раз ниже их реальной стоимости. Выявить всех участников этих незаконных махинаций, в том числе чиновников, привлечь к ответственности виновных лиц и обязать их возместить полученные убытки. Констатируя экономическое отставание и нравственную деградацию, полный крак социальной сферы, а также образование и здравоохранение, в связи с чем следует разработать целый комплекс мер по их оздоровлению. Программа среднего образования должна включать основы правовой грамотности граждан. То есть по окончании школы гражданин должен иметь основные навыки правовой и юридической защиты, а также знать свои права и обязанности, в том числе права и обязанности лиц, являющихся представителями органов власти. Система профессионального образования должна быть доступна для любого гражданина. Государство должно создать заинтересованность граждан получать определенные виды профессий, которые востребованы обществом. Программы профессионального образования должны быть направлены на получение в первую очередь практических навыков по специальности. Политика в сфере здравоохранения должна быть направлена на повышение уровней квалификации медицинского персонала и уровня оснащения медицинских учреждений, современным высокотехнологичным оборудованием. Медицинские услуги и лекарственные препараты должны быть доступны для любого гражданина страны. Фармацевтическое лобби должно быть уничтожено, а производство лекарственных препаратов и медицинского оборудования должно быть сосредоточено внутри страны. Уровень доходов трудящихся должен соответствовать уровню доходов на создание благоприятных условий жизни. Система пенсионного обеспечения граждан должна быть пересмотрена и должна быть направлена на повышение уровня жизни пенсионеров и создание благоприятных условий жизни. Меры социальной политики должны быть приняты в отношении определенных категорий граждан и должны быть направлены на защиту и обеспечение достойного уровня жизни. Политика государства должна быть направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, а семья должна стать основополагающей ячейкой общества. Необходимо сократить расходы граждан в части возможных финансовых обременений, тарифы за электричество, тепло, жилье, капремонт и прочие необоснованные или необосново завышенные. Существуют реальные технологии снижения стоимости этих ресурсов и услуг, развитие и внедрение которых пресекается под давлением ресурсоснабжающих организаций и близких к ним чиновников. Необходимо вернуть муниципалитетам право заниматься хозяйственной деятельностью, обязав их формировать из этих доходов фонд покрытия коммунальных платежей граждан. Дороги Российской Федерации являются экономическими артериями страны. Должны быть в кратчайший срок приведены в нормативное состояние, соответствующее современным требованиям общества. Все дороги страны должны быть бесплатны. Так как мы ранее заявляли, должна быть проведена оценка всех составляющих этапов дорожного строительства с целью формирования мер их оптимизации. Должны быть внедрены современные технологии дорожного строительства. Элементы коррупции, разрабатывания и разворовывания средств дорожных фондов должны быть уничтожены. Механизмы пополнения дорожных фондов должны быть просты и понятны. Должны быть разработаны меры и принципы построения и использования придорожной инфраструктуры, на основе которых она в кратчайший срок могла бы быть приведена в соответствии с требованиями пользователей этой инфраструктуры. Система конституционных соглашений в сфере государственного частного партнерства должна носить характер открытостей и преследовать в первую очередь национальные интересы. Налоговая система должна быть простой, понятной и прозрачной в использовании налоговых обязательств налогоплательщиков и должна быть настроена на улучшение качества инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности, совершенствование структуры экономики, повышение ее конкурентоспособности. Постранение налоговой системы должно исходить из того, что косвенные налоги скрывают от каждого отдельного лица сумму, которую оно платит государству, тогда как прямой налог ничем не замаскирован, взымается открыто и не вводит в заблуждение. Прямые налоги, следовательно, побуждают каждого контролировать правительство, тогда как косвенные налоги подавляют всякое стремление к самоуправлению. На сегодняшний день налогов много, и под каждый налог есть отдельный контролирующий орган или как минимум отдельное подразделение контролирующего органа. Основной предлагаемый метод сбора налогов – автоматизирование налогов по единой ставке, независимое от волеизъявления налогоплательщика и независимое от волеизъявления контролирующего органа при однозначной трактовке системы налогообложений и таможенных сборов. Должна быть проведена оценка всей системы законов и нормативно-правовых актов на предмет двоякого толкования норм и коррупционной направленности. При выявлении такого рода элементов эти нормы должны быть пересмотрены и приведены в соответствии требуемым принципам однозначного толкования. Явление, когда на базе законодательных норм чиновниками создаются кормушки, должно быть уничтожено. Соблюдение конституционных прав граждан, в том числе право на жилье, свободу предпринимательской деятельности, социальную поддержку, свободу слова должно стать приоритетным направлением в стране. А действия правоохранительных органов и судебной системы должны в первую очередь быть направлены на защиту этих прав. Сейчас же мы наблюдаем некую перевернутую ситуацию, где происходит не только нарушение прав, но и необоснованное преследование лиц, стремящихся их защищать. Преследование по политическим мотивам должно быть прекращено, а политические заключенные должны быть освобождены и реабилитированы. Лица, осужденные по сфабрикованным, административным и уголовным делам, должны быть реабилитированы. А лица, принявшие участие в фабрикации этих дел, должны быть воодвернуты уголовному преследованию и осуждены. В том числе должны быть пересмотрены дела, когда судья принимает на себя роль обвинителя и подвиняет собой следствие. Необходимо повысить значимость мер общественного участия и контроля деятельности органов власти всех уровней, реализуемых через различного рода общественное объединение. Как чуть выше я сказал, это проект программы, который на сегодняшний день составлен нами, изложен, но создан ресурс, на котором каждый из вас может принять участие, оставить свои мнения, комментарии, предложения, которые точно так же дальше войдут в программу, и, в общем-то, наш девиз, наверное, будет таков, что только вместе, все мы вместе, можем сами создать для себя нормальное общество, нормальные законы и нормальное их соблюдение. Спасибо, Андрей. На самом деле, я хотела бы еще раз сделать акцент на презентации того ресурса, который за эти две недели был создан. Мы приложили максимум усилий, чтобы запустить его уже сегодня, и он уже работает пока что в ознакомительном порядке, но буквально на днях он будет уже запущен в режиме обсуждения, комментариев и, значит, принятия предложений от любого неравнодушного гражданина для формирования того же проекта программы. Это сайт www.bajutin.rf Вот, прошу, как говорится, любить и жаловать, и обязательно его посетить. Сейчас я, наверное, хотела бы предоставить слово нашим давним друзьям. Но давайте, Илья Георгиевич Шаблинский, начнем, наверное, с вас. Спасибо за приглашение. Я тут нахожусь как член Совета по правам человека при президенте. Что интересует Совет в данном случае? То, как граждане России могут защищать свои права, насколько широко они могут воспользоваться возможностями, предоставленными Конституцией. Я согласен с тем, что отмечал тут Андрей Бажутин, с тем, что у нас существует острая проблема – защита прав малого и среднего предпринимательства. Вот этот малый и средний бизнес может и должен составлять основу экономики. Но если эта основа ослабляется, не защищается, то перспективы, наши перспективы, перспективы нашего экономического развития, развития как общества, подрываются, они очень мрачны. Мы это сейчас видим. Ситуация постепенно ухудшается. И я имею в виду экономическая ситуация, но не только. Я хочу сказать, что могу оценить ситуацию как избиратель, просто как рядовой гражданин, просто как член общества. Как избирателю мне, судя по тому, что я могу услышать, читать предлагают меню 20-летней давности. Я понимаю, что будет баллотироваться наш действующий президент, собирается выдвинуть свою кандидатуру Владимир Жириновский, там, Зюганов, в эту же кампанию добавился Григорий Алексеевич Еринский. Это то, что мы видели 20 лет назад. Это отражает то, что у нас сложилось в государственной жизни. Фактически сведена к минимуму, к символическому минимуму, политическая конкуренция и установилась реальная монополия на власть. И я вижу, что усилия государства направлены на то, чтобы законсервировать эту ситуацию, заморозить ее на долгие годы. Я полагаю, что любая общественная инициатива нацелена на то, чтобы переломить этот тренд, чтобы противостоять этому тренду, важна и полезна. Совет по правам человека вне политики, но не поддерживает ни одного из кандидатов. Но мы должны думать над тем, чтобы у наших избирателей был нормальный выбор, чтобы у наших граждан были права, которыми они реально могут воспользоваться. Вот все. Спасибо большое, Андрей Иванович. Я на самом деле хотела бы еще отметить пункт программы, где мы говорим о снижении расходной части граждан России по содержанию, по крайней мере, их жилья. Это Андрей отмечал в программе. И хотелось бы, чтобы Андрей обратился с этим, он планировал это сделать, обратился с этой инициативой. Она может быть реализована уже в ближайшее время, вынесена на всеобщее обсуждение, потому что во многих муниципалитетах на 10 сентября намечены выборы. И мы бы хотели, чтобы кто-то из кандидатов принял этот тезис в качестве своей программного пункта. Вот, Андрей, пожалуйста, еще раз зачитай этот пункт программы. Необходимо сократить расходы граждан, в частности, возможных финансовых обременений, тарифы за электричество, тепло, жилье, капремонт и прочие необоснованные или необосново завышенные. Необходимо вернуть муниципалитетам право заниматься хозяйственной деятельностью, обязав их формировать из этих доходов фонд покрытия коммунальных платежей и граждан. Спасибо, да. Спасибо. Валерий Иванович Скурлатов, я предоставляю ему слово. Он уже давно подключился к нашему мероприятию и инициативе. Тоже хотел, чтобы он высказался. Садитесь, Валерий Иванович. Я представляю Комитет национального прорыва России, главной цель которого – обеспечить экономически-технологический прорыв нашей страны на лидирующей позиции в мире. Но для этого необходимо раскрепостить наши внезавые созидательные силы. И вот объединение перевозчиков России самой жизнью столкнулось с тем, что его кошмарят, его давят. Вели эту систему Платон, поставили на грань разорения. А перевозчики России – это самозанятые граждане. Это те, кто сам себя кормит, обеспечивает вот эту жизнедеятельность не только себя, но и своих семей. Это тот мельчайший малый самостоятельный низовой бизнес, предпринимательство низовое, на котором держится, вот уже сказал Шаблинский, держится вся современная общество, вся современная цивилизация. Будь это в коммунистическом Китае, будь это в США, в Индии и так далее. У нас же в результате сложившихся неофеодальных порядков закрепощена вот эта низовая инициатива, низовое предпринимательство. И вот эти поборы отражают компрадорскую сущность нынешнего путинского режима. А не только путинского, он восстановился еще четверть века назад. Когда транснациональный капитал давит национальный капитал. Но это так, на политэкономическом языке. И вот как раз объединение перевозчиков России уловило на своей, так сказать, опыте, на своей шкуре, уловило вот эту тенденцию и стало против нее. И она выражает тем самым, это объединение перевозчиков России выражает интересы не только перевозчиков. Это авангард сейчас стал передовой отряд вот этого низового созидательного сегмента нашего общества. Всего этого малого, среднего, даже крупного национального предпринимательства. И в результате мы видим, что против неофеодального строя выступает вот эта общедемократическая, опирающаяся на самостоятельных граждан, сила. И здесь есть шанс в этом убедить население, избирателей, и действительно суметь внести совсем другой расклад в предстоящую президентскую избирательную кампанию. И здесь одним из ключевых и вполне реализуемых требований является требование к 10 сентября, когда будут муниципальные выборы, местные выборы в ряде регионов России, в том числе в Москве, чтобы вернули право самостоятельной хозяйственной деятельности низовым структурам управления, самоуправления. То, на чем строится действительно современное общество. Это право зафиксировано в Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Российской Федерацией. Но было фактически отменено в 2003 году, когда Путин приступил к десубъектизации всего, что может противостоять компрадорскому капиталу, компрадорскому грабежу. В 2003 году было принято закон 131, который лишил фактически права заниматься хозяйственной деятельностью этим муниципалитетам. В результате, скажем, нашими домами стали управлять управляющие компании. Управляющие компании частные. Примерно та же схема использовалась с грабежа. Как и вот система Платон, вот эта вот управляющая компания РТИЦ во главе с Ротенбергами. Такая же схема, это стандартная. Ничего, ума много не надо, чтобы ее придумать. Причем условие одно из условий. Все это конфиденциально делается. Мы не знаем, куда идут доходы, которые они получают. Например, в жилищном хозяйстве. От двух статей в жировке тоже каждый из нас получает жировки. Там написано, первая статья, капремонт, скажем, 1500 рублей, если тебя берут. Вторая, еще одна статья, это содержание и текущий ремонт жилищной площади, жилой площади. Это 2500, примерно. Значит, 4000 у тебя берут, ты не знаешь, куда потом все это тратится. Нет аудита. Так же, как нет аудита вот здесь, в случае с Платоном. Поэтому требования перевозчиков, если его генерализировать на федеральный такой государственный уровень, это везде так делается. Значит, в том числе и в сфере ЖКХ необходимо подкорректировать законодательство. Попытки уже были сделаны. Скажем, закон 83 федеральный от 2010 года, там вроде бы предоставили право муниципалитетам участвовать в хозяйственной деятельности предприятий других, долевое какое-то участие. Но фактическая система настолько коррумпирована, настолько выгодна областям, что никто не шевелится, чтобы все это превратить в практику. И довольствоваться теми подачками от бюджета, от налогов, которые собираются на территории, это мизер. Но нету права самим зарабатывать деньги. Подачку, да, пожалуйста, поднимайте подачки, так? И потом скулите, всячески протестуйте, что мало, давайте еще и так далее. Но обычно такая вот ерунда. Вместо того, чтобы зарабатывать самим деньги, как это делается не только, скажем, в прорывных модернизирующих странах Востока, Китая, Индия, но, скажем, в тех же Соединенных Штатах, где доходы муниципалитет зависят от успехов его хозяйственной деятельности. Или, соответственно, зависят от зарплаты депутатов, зарплаты шерифов, консьержек и так далее. И, конечно, местные графства, скажем, американские, они берут на себя большую часть вот этих расходов на капремонт, на содержание, на текущий ремонт и так далее. То есть, то, что на поверхности лежит, всем известно, все это изучают. Но у нас в политической практике это даже близко нет. И поэтому, скажем, вот это требование муниципальной инициативы, снова вернуть право заниматься хозяйственной деятельностью на низах, потому что самоуправление без самофинансирования – это кастрированное самоуправление, понимаете? Это смешное, пародия какая-то. Как может быть самоуправление, если у тебя нет денег, так? Ты должен опираться на какой-то ресурс материальный, финансовый, чтобы решать проблемы своих избирателей. Поэтому требование муниципальной инициативы – это фактически требование революционное. Развязать вот эту вот низовую самостоятельность, низовую хозяйственную деятельность, которая автоматически влечет за собой, если получит муниципалитет право на хозяйственную деятельность, стремительное порядка, на два порядка, сильное стимулирование низового предпринимательства, в том числе перевозческого. То есть те же водители, те же дальнобойщики, они будут уже тесно связаны с местными хозяйственными структурами, муниципалитет будет заинтересован в стимулировании развития низового предпринимательства, мельчайшем, мелкого, среднего и так далее. И в итоге мы получим уже такую цепную реакцию, что у нас пойдет в ход вот этот вот новый слой самообеспеченных граждан. Основа демократии, основа правового государства и так далее, и так далее. Сейчас же, когда нету, когда всячески кошмарится вот это самостоятельно самозанятые граждане, то мы имеем, конечно, ну, большинство населения, оно не самостоятельное, экономически зависимое. Следовательно, легко зомбируем, у него нет своего интереса, можно веками держать режим такой же, как сейчас, такой компрадорско-олигархический. Так, как это было в Латинской Америке на протяжении двух веков, где были качели между Путиным и Навальным, Путин и Навальный и так далее. Силовики, финансы и так далее, они боролись друг с другом, две компрадорские группировки наверху. Поэтому вот это требование, развязать самостоятельную экономическую деятельность низовую муниципалитетов, на самом деле носит революционный характер. И может сыграть большую роль на выборах 10 сентября, этом году, в том числе и в Москве. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Давайте, наверное, осталось не так много времени, перейдем к вопросам. Скорее всего, есть вопросы к Андрею Бажутину, в первую очередь. И если либо слово высказаться, мы всегда готовы предоставить. Извините, а то Максиму Калашникову можно? Конечно. Безусловно, мы поддерживаем Андрея, выдвигаться надо, хотя есть там 100 тысяч способов завалить на подписях, мы с этим уже сталкивались, но надо, соответственно, идти вперед. Относительно программы, конечно, за одну, наверное, пресс-конференцию трудно все доработать, понятно, что основа предложена. Но мы еще с товарищем с Курлатом эту программу начинали, когда? В каком году? В 2003 году. В 2003 году мы собирались в первый раз. Путь и стаблика, вот, наверное. Да, пути и стаблика, да. Путь и стаблика, да. Чтобы, так сказать, в качестве дружеского совета, в чем мы могли, наверное, помочь потом при доработке программы. Муниципальная революция, все это хорошо, но революция самоуправления, безусловно, это изюминут. Развитие вообще предпринимательства, национального производства, я бы поставил, лучше всего поставить. Потому что не только малосредний, крупный тоже нужен, извините, так сказать. Ильюшины, ильюшины, там тракторы и прочее, прочее. Следующий момент, что я бы добавил, для того, чтобы работало местное самоуправление и могло заниматься хозяйственной деятельностью, чтобы там развивалось производство, были впитаны инновации, надо еще один пункт ввести, обязательно, и как изюмин в программу, буквально в преамбулу. Экономический национализм, протекционизм, выход из ВТО. Для того, чтобы здесь развивалось национальное предпринимательство, национальное производство, должен быть введен разумные протекционистские барьеры. Это не железный занавес, это не железный занавес товарищ Скурлатов, это граница, которая уравнивает условия конкуренции там и здесь. Иначе поток товаров из Китая, из Запада, где кредиты под 1,3% годовых, где гораздо более разумная налоговая система, и где производство сидит на государственных субсидиях во многом, забьет. Возможно, здесь что-то производится. Поэтому для дополнения к муниципальной революции нужно требование продекционизма. Одновременно это позволит выиграть голоса отечественных производителей. Соответственно, мы не самостоятельники, мы не отдельно от вас, мы и на вас работаем. Соответственно, вы получите возможность развивать в муниципалитетах деловую жизнь, вести хозяйскую деятельность. Соответственно, муниципалитеты смогут приглашать тех, кто сможет представить производство. И здесь повозникает смычка, потому что национальный производитель сегодня также страдает от феодализма, как и, собственно говоря, дальнобойщики, как и мы, как гражданские активисты и прочее. Здесь мы совмещаем требования независимого, справедливого, состязательного суда, самоуправления, народовластия с развитием национального производства, экономического национализма. Поскольку без этого, без экономической подложки никуда ничего не движется. То есть товарищ готов, соответственно, если нужно, готов дописать. Пробовать надо. Даже если нет никаких шансов, все равно драться надо. Все равно надо... Если нет, драться надо, конечно. Драться в любом случае. Соответственно, Андрей, огромное уважение за выдвижение себя. Соответственно, можете рассчитывать на нашу помощь. Но сейчас главное, кратко, емко, не очень большую программу. Вот, преамбула готов сделать. То есть надо совмещать базовые принципы. То, что вы сейчас выдвинули, это принципы русского национального возрождения, но уже, извините, не истерического, а продуманного, опирающегося на развитие национального производства и на развитие национального гражданского общества. Сюда бы еще ввел требования рациональной внешней политики. То есть уйти из Сирии, нам там делать нечего. Нам не надо содержать режим Ассады, нам не нужна эта чужая гражданская война. Новороссия – это святое, это наш народ. Вот, понятно, соответственно, здесь не обсуждается воссоединение русского народа в одной стране. Это пожалуйста. Южные Курилы. Да, Южные Курилы. Максим, я думаю, что мнений много у всех. В данном случае спасибо громадное, что дали слово. Я главное сказал. Еще раз. На самом деле, Максим Николаевич, я очень хочу вас поблагодарить за это ваше участие. Я думаю, что не последняя встреча, мы действительно крайне рассчитываем на ваш опыт, вашу поддержку. Ну, что мы будем, то сделаем. Да, еще обязательно, нет, Карфаген должен быть разрушен. Еще один принцип. Все национальные следствия сейчас в дело в развитии национальной промышленности, инфраструктуры, народосбережения. К чертовой матери мораторий на 30 лет на всякие Олимпиады, Мундиалии и прочее. Это деньги под псу, под хвост. Все в дело. Вот это должно быть нашим лицом сейчас деловое. Спасибо, Южные Курилы. Сейчас я хотела бы предоставить слово Антону Гущину, представителю движения валютных и потешников. На самом деле мы уже включились в процесс взаимодействия и крайнюю поддержку чувствуем и от этих движений, да. И вот, пожалуйста, Антон. Всех приветствую. Небольшое дополнение. Из своего опыта союзников можно найти везде, в муниципалитетах, в большом бизнесе, в среднем бизнесе. Наше движение нашло союзников и некоторых органов государственной власти. Мы взаимодействуем, взаимодействуем эффективно. Мы взаимодействуем с Минфином, взаимодействуем с МВД, с Генпрокуратурой. Но есть министерство глухие к нашим проблемам. Например, Минстрой. Он игнорирует вообще решение вопроса в последнее время. Мы надеемся на преодоление этой трудности. Именно во взаимодействии. То есть, вот такой вот наш опыт. Изучили опыт соседних движений, антирейберных движений, движений за жилье. Это движения, которые отставят свое единственное жилье и право на свое жилье. У них также есть свой опыт по взаимодействию с отдельными подразделениями власти. Мы видим, что при помощи центрального аппарата есть возможность и ресурс отключения каких-то региональных перегибов, территориальных перегибов. Мы надеемся на то, что в этом направлении при какой-то гражданской инициативе возможно позитивное продвижение. Мы в это верим. Надеемся, что это свершится. И на базе вот такого складывающегося взаимодействия между народными движениями хотелось бы подключить, использовать это как формат, как площадку для обсуждения реальных проблем. Например, мало кто знает, что там, я не знаю, что у нас происходит реально с фермерами, допустим, в Краснодаре. Мало кто это знает. Мало кто знает, что у нас только движение народной артилейдеров в Москве противодействует 300 бандам по выселению слабых москвичей и направлению их в дома, как сказать, труда. Где за кровь и пищу в 20 веке, 21, люди как бы до пенсии доживают, отдав свое жилье. Мало кто этого знает. Мало кто знает, что со спортсменами в Сибири происходит. Просто нормальными людьми, которые занимаются воспитанием детей. Вот это вот нужно обобщить где-то, чтобы была правдивая информация. Вот чтобы такой формат свершился, мы выступаем такой вот инициативой от нескольких народных движений. Ну, давай, наверное, Антон, сразу с тобой анонсируем, да, про то, что мы готовы совместно бороться с теми препятствиями, которые нам чинятся. По крайней мере, даже минимально это в информационном поле. То есть информационных площадок у нас мало и информационный прорыв мы готовы делать совместно. То есть любое народное движение, особенно которое затрагивает массовые проблемы, может обратиться к нам для озвучивания правды. Мы сейчас уже работаем над какими-то общими ресурсами. И вот с этой целью мы, скорее всего, готовы будем провести еще ряд мероприятий, да, тех же пресс-конференций. Но уже по тематике не выдвижения Андрея, да, потому что это отдельная история, а вот уже по прорыву все-таки информационной блокады в части наших проблем, которые затрагивают уже создавшиеся народные движения для того, чтобы, по крайней мере, вынести их на поверхность, ознакомить с ними людей. И все-таки, наверное, кто-то примет участие, подключится к движению для достижения каких-то результатов. Да, и маленькая добавка. И по поиску обязательно союзников во всех слоях общества. На самом деле недопонимание рождает какие-то отсутствие взаимного диалога и соучастия. А соучастие, оно возможно только при, если это недопонимание преодолеваешь. И нет такого слоя общества. Я знаю, сами журналисты работают очень эффективно, многие на чистой гражданской позиции. Многие люди, мы это видим на всех этажах. Так вот, союзников их нужно, как минимум, каким-то форматом пытаться привлечь, с ними взаимодействовать. И вот такая платформа назрела, такая некая народная должна быть. Народные движения, народные журналисты, все, кто за эту идею, я думаю, что это будет каким-то образом расти в ближайшее время. Ну, благодаря общим усилиям. Спасибо, спасибо, Антон. Надеемся на дальнейшую продуктивную, такую, полоздорную работу. Да, поддерживаем народную инициативу перевозчиков полностью. Спасибо. Ребят, есть ли у кого-то еще вопросы, может быть, какие-то темы для обсуждения? Если нет, то я бы хотела Ирину Яйценко попросить выступить. Буквально на выходных мы говорили о заявлении Динары Эдрисова, который содержится сейчас, ну, то есть к нему примена мера административного ареста. И вот... Ир, лучше за стол. Я очень прошу тебя эту тему озвучить. Спасибо за такую возможность. Я, на самом деле, не ожидала, что мне предложат что-то здесь сказать. В любом случае, я надеюсь, может, многие знали, слышали об этом, да, ситуация, которая сложилась в Санкт-Петербурге после 12 июня. Абсолютно беспрецедентная по масштабам политических репрессий в отношении очень многих людей, то есть там больше 500 человек было задержано на митинге 12 июня, людей, которые собрались мирно без оружия, никаких противоправных действий не совершали, но при этом они были задержаны, доставлены в ОВД, в различные отделы полиции. Там содержались больше положенных трех часов, которые даст возможность, да, при административном задержании, не арестном. С протоколами их начали знакомить уже ближе к тому, как их начали по судам разводить, то есть уже через больше, чем 40 часов после задержания. Те условия, в которых они находились непосредственно в ОВД и потом, что происходило в судах, это, ну, на моей памяти, я не могу сказать, что я такой прям великий протестник, да, который там много-много лет этим занимается, но мне кажется, даже во времена Болотной площади такого не было, потому что суды проходили в закрытом режиме, то есть то, что Динар Итерисов, правозащитник Санкт-Петербурга, назвал чрезвычайными судами, это запрещено Конституцией Российской Федерации, статьей 118, прямо, то есть это, по сути дела, предтеча таких вот, я не знаю, чекистских троек, да, которые были в 30-х годах 20-го века, и мы считаем, что это необходимо остановить. Динар сам в результате противоправных действий сотрудников полиции и работников судов пострадал. Он был в качестве защитника в Дзержинском районном суде города Санкт-Петербурга 13 июня, защищал свою подзащитную, и в результате был задержан. Сначала ему 17.3 вписали в Коап РФ нарушение сопротивления, неисполнение законных требований, там, приставов, да, судебных, которые в суде находятся. Потом куда-то этот протокол задевался, и в результате ему мелкое хулиганство вменили, 20.1, Коап РФ. Судья в закрытом режиме, который провел заседание, уже в час ночи 15 июня, то есть двое суток он также провел в ВВД, и 15 июня он получил 14 суток. Из-за этого он в знак протеста объявил сухую голодовку, сухую голодовку он держал в течение 10 дней, и ему продлили еще, вот он два дня находился под Катеринцей в больнице, ему продлили на два дня, в которых он находился в больнице, вот этот срок содержания. Завтра в 7 утра, там, в 6.44, он выходит из заключения. Если кто-то будет в Питере, придите, встретите, поддержите. Я постараюсь быть там. И обращение, которое он в результате записал, вот этого своего голодания, своего вот этого протеста, оно, собственно, направлено на что? Оно направлено на то, чтобы люди, которые занимаются протестом, которые против того, что происходит в стране, против политических репрессий, и, собственно, каждый озвучил свое мнение на эту тему. То есть, грубо говоря, мы должны четко обозначить то, что происходит в стране, это политические репрессии. Если люди выходят мирно без оружия и никаких противоправных действий не совершают, то никаких запретов, никаких арестов, никаких административных задержаний и протоколов и штрафов быть не должно. Если это происходит, это значит, что говорит о том, что мы в ситуации, когда у нас абсолютно противоправно людей прессуют, и мы должны этому противодействовать. Противодействие здесь может быть в разных ресурсах. Это, во-первых, информационно, мы должны поддерживать всех, кого задерживают неправомерно. То есть, это должна быть информационная кампания на любых площадках, каких только можно, во-первых. Во-вторых, это должно быть гражданское сопротивление. То есть, мы готовы организовывать митинги в поддержку политзаключенных с выдвижением требований соблюдения статьи Конституции. И, в-третьих, безусловно, это должно быть сопротивление в судах. Мы готовы обучать людей, которые будут защищать, выступать защитниками по административным делам в судах. Я сама начала это делать после 26 марта, чем раньше не занималась. И я готова делиться своим опытом, и друзьям, которые вместе со мной этим занимаются, мы тоже будем это делать. Более того, мы сейчас готовы заниматься тем, чтобы собирать людей, которые пострадали в результате этих противоправленных действий, и мы будем писать заявления о преступлениях уголовных в отношении мирных граждан со стороны сотрудников полиции, бойцов Росгвардии и ОМОНа. Если у вас есть знакомые, которые пострадали, или люди, которые готовы быть свидетелями, может быть, видеоматериалы какие-то есть, да, которые задержали. В Москве очень много людей избиты были ОМОНом. Мы готовы будем писать заявления о преступлении, писать их в Следственный комитет, и после этого, собственно, будем требовать возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников полиции, бойцов Росгвардии и ОМОНа. Это очень опасный такой момент, потому что всякий раз, когда люди начинают противодействовать именно в легальном поле, то есть начинают писать заявления сотрудников полиции, в ответ они получают 318-317, не дай бог, статьи УК РФ, то есть на них в ответ заводят уголовные дела, и они уходят в колонии на 3-5 лет, то, что было на Болотной площади. Мы хотим действовать превентивно, мы хотим противодействовать этому, именно активно. Мы будем возбуждать уголовные дела до того, как на людей будут, собственно, возбуждаться эти дела. На мои глаза в Тверском УВД подошел мужчина, и я была в качестве защитника в ОВД 12 июня, подошел мужчина, разъяренный, весь прям в ярости, и потребовал заявление, бланк заявления о преступлении, и писал заявление о том, что его в автозаке избил ОМОН. Он абсолютно случайно оказался в этом автозаке, то есть он не шел ни на какой митинг, ничего, но его там избили. Я ему предупредила, что он может стать фигурантом уголовного дела, по 318-й статье, и он сказал, ну ладно, я ему оставила свой номер телефона, и он сказал, если будет нужно, звоните, потому что мы будем искать вам в итоге адвоката. Вот чтобы это, вот один человек, да, чтобы этому противодействовать, нам необходимо массово подавать такие заявления, потому что только в публичности и массовости у нас может быть именно вот наша защита. Если много людей будут подавать эти заявления, если мы будем делать это открыто, то вот ни Бастрыкин, ни Чайка, они не смогут ничего противоставить этому, и, соответственно, они будут вынуждены исполнять закон, исполнять наши требования и наказывать персонально тех людей, которые занимались вот этими вещами. Поэтому, если есть какая-то информация, звоните, пишите, мне в фейсбуке легко найти, и буду благодарна за любую информацию. Спасибо, Ирина, большое, спасибо. Спасибо вам. Ребята, ну у нас вот практически не осталось времени, и нам нужно завершать. Если, ну, я так понимаю, что вопросов как таковых нет, всех приглашаем тогда на ресурс. Да, будьте добры, пожалуйста. Я не знаю, поэтому долго я стал не вновь вовремя подойти. Алина, садись. Выходите, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Выходите, пожалуйста. Общественное движение «Русский путь», региональное движение, курское, я вас только единственное попрошу, очень спородко, потому что, да, в новом ревне аренду зала у нас... Более трех лет мы занимались вопросом поиска народной мечты, мы изучали, что хочет народ, и в связи с тем, что сейчас идет деградация власти, и мы видим ее реакцию, вы только что описали один из принципов ее действия, мы создали народную программу для преображения России, как наказ для будущего президента, народного президента. Самый быстрый путь и мирный путь на сегодняшний день поменять реальную ситуацию в России – это выбор народного президента. Если человек, который возьмет на себя ответственность эту программу, значит, нести, а мы планируем на сентябрь-октябрь провести съезд народных советов со всей России, сейчас идет формирование советов домов, советов городов и так далее, это является органом самоорганизации для самоуправления своими ресурсами, структурами жизнеустройства, своим мировоззрением, своей народной экономикой для устойчивого развития в поколениях. Это само собой, это тот фундамент. И вот поэтому в ближайшее время будет проведена учрительская конференция по поводу создания народного преображения России, как вот такой единой площадочки, мы вас всех туда приглашаем. И, соответственно, вот эта вот программа, она соответствует народной мечте. Если мы решаем, и также создана некая народная конституция, то есть конституция, которая идет снизу, не та, которая пишется в колуарах, там, Федоров и так далее, за ней заявлять, а та, которая нужна нам для того, чтобы мы покончили жизнь с этой жизнью. Я думаю, что по вопросу конституции Андрей может высказаться по поводу изменения, да? Нет, нет, но мы всегда заявляли, давайте научимся соблюдать то, что есть, а потом будем писать уже новое и вносить изменения. А реальные изменения может только произойти, опять же говорю, народный президент. И вот кандидатуры народного президента будут, значит, 2-3 кандидатуры мы можем выставить после съезда народных советов, и мы будем практически снизу поддерживать этих людей. То есть это достаточно мощный пласт. Как Русь 8-го тысячелетия, включая в себя там ведическую, православную и, соответственно, состатистическое хозяйство. Ну, давайте, чтобы вот время... Ближе контактом, да, это вам, это всем, кто пожелает это все увидеть, почувствовать для себя, и ваши контакты я по всем возьму. Спасибо большое. Спасибо большое. Ребята, ну тогда давайте, в принципе, завершать, если больше нет, потому что, ну, действительно, подходит к концу время пресс-конференции, достаточно много времени мы уже заняли эфира. Я всех благодарю за участие. Давайте будем оставаться всегда на связи, и, как я уже говорила, информационный ресурс, который был создан, как и на усилия, на которые были направлены в течение вот этих двух недель, давайте его не будем, скажем так, воспримем его как площадка для обсуждения и формирования там общих тезисов и общего направления движения. Спасибо большое. Спасибо. Россия, Поль, свободная. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»